Здравствуйте! В эфире передача Актуальность сегодня. Гость этого выпуска чрезвычайная полномочия посол Азербайджана в Великобритании Тайр Тагизаде. Тайр Мэм, здравствуйте! Добро пожаловать на Актуальность сегодня. Добро пожаловать в Азербайджан! Здравствуйте! Спасибо большое за приглашение на передачу. Постараюсь не разочаровать. Что касается, добро пожаловать в Азербайджан. Я надеюсь, что мне пока еще не нужно специальное приглашение, чтобы бывать на родине. Но по своей работе вы больше бываете за пределами Азербайджана, насколько я понимаю. И давайте зрителям нашим скажем, что ваш этот визит на этот раз в Азербайджан связан с тем, что в эти дни в Азербайджане отмечают столетие азербайджанской дипломатии. Так что не только вы, и другие азербайджанские дипломаты сейчас находятся в Азербайджане. Что касается... Вы абсолютно правы. Я только что как бы с торжественного заседания в Министерстве иностранных дел и туда же и возвращаюсь после окончания нашего интервью. Да, кстати, спасибо, что вот в таком плотном графике вы находите для нас время. Тайр Мэм, по поводу Великобритании. Как посол я хотел бы, во-первых, вы оценили, на каком уровне сейчас у нас находится отношение Великобритании. Дело в том, что Великобритания одна из тех редких стран, с которой, по сути, в начале 90-х мы восстанавливали дипломатические отношения, потому что в начале века 20-го с Великобританией, с Лондоном у нас, в принципе, дипломатические отношения уже были. Абсолютно. И как бы ни для кого не секрет, что политика Британской империи, если мы возьмем период еще до распада империи российской, политика Британской империи, так называемая Великая Игра, средоточенная в регионе Центральной Азии, Южного Кавказа, являлись одним из основополагающих направлений формирования дипломатии тогдашней британской. И ни для кого не было удивительно, наверное, что в период распада Царской империи и формирования независимого государства Южного Кавказа столь высокое и пристальное внимание Сент-Джеймского двора британского правительства было направлено именно на события в нашем регионе. Поэтому вы абсолютно правы, когда говорите, что речь идет о восстановлении отношений. Я думаю, что это восстановление проходит как нельзя более удачно. Отношения между Великобританией и Азербайджаном носят, как говорили часто очень чешские писатели, я вспоминаю свою предыдущую командировку, до слова и до буквы. То есть в самом полном смысле этого слова носят партнерский поступательный характер. И это касается не только энергетической сферы, хотя, знаете, очень смешно получается, даешь себе честное слово, озвучивая даже при собеседнике, что вот сегодня я обещаю об энергетике я говорить не буду. Я буду говорить о чем угодно, о сельском хозяйстве, о туризме, об экологии, но только не об энергетике. И через 15 минут все возвращается на круг. Ну слишком большое место занимает. Очень коротко. Сами в Лондоне они делают ссылки вот на эту специфику отношений, что в начале 20 века у нас уже были какие-то контакты? Очень редко. Очень редко. И это связано с некой, если хотите, цикличностью в развитии британской внешнеполитической доктрины. Вот нынешний цикл, он как бы у них датируется, отправная точка его, это знаменитое Чарчилевское выступление, то есть период окончания Второй мировой войны. И вот это вот последующий весь период, то есть мы говорим о последнем чуть более чем полувеке. Ссылки идут редко, по крайней мере на официальных мероприятиях, но находясь среди историографов, специалистов по литературе Южного Кавказа, по этнографии, на эти ссылки можно натолкнуться на каждом шагу. Когда мы сейчас говорим Великобритания, Лондон, мы обязательно вспоминаем Брексит. И я бы хотел узнать, во-первых, ваше мнение, вы живете в Лондоне, этот Брексит у них получится в этом году или не получится. Я понимаю, что это больше, скорее вопрос к форин-офису британской стороне, но нас интересует такой момент. Как этот Брексит, как этот процесс будет влиять на наши отношения с Великобританией и будет ли вообще влиять? Вы знаете, вопрос очень хороший, очень правильный, очень своевременный, хотя вы меня подводите под монастырь этим вопросом, ибо любое неосторонно высказанное мною предположение, если оно слегка хотя бы перейдет из плоскости прогнозов, плоскость попытки анализа развития событий, вы будете столкованы, как мешать во внутренние дела Великобритании, поэтому нужно быть очень-очень осторожным здесь. Вы знаете, я исхожу вот из чего, я исхожу из того, что был референдум, референдум, в ходе которого народ суверенно волей изъявился. Я понимаю, что можно очень долго говорить о том, что премьер-министр Великобритании на тот период Дэвид Кэмерон просто выполнял свои обещания перед партией, и он, скорее всего, был убежден, что подавляющее большинство респондентов проголосует против Брэкзита. Можно об этом говорить, но мы имеем то, что мы имеем. Карты сданы таким образом, что Брэкзит идет, и я думаю, что он должен дойти до своего логического завершения, потому что вопрос сейчас на самом деле не стоит Брэкзит или не Брэкзит, вопрос стоит так. Какой Брэкзит? Брэкзит, жесткий Брэкзит, мягкий Брэкзит или Брэкзит по-фаражевски, потому что есть вот эта вот замечательная Брэкзитовская партия, которая раньше... Так вообще еще говорить о напитке, да? Найдет, а звучит, да, хорошо, да. А я бы скорее сказал, что это что-то из области ювелирного искусства Фараж, Фаберже. Да. Так вот, понимаете, вопрос стоит о том, как это все пойдет, насколько это пойдет упорядочно, насколько минимизировано будет негативное воздействие на широкие слои британского общества. На полном серьезе идут обсуждения, причем даже как бы самое интересное, что в ходе телевизионных выступлений не связанных никак с Брэкзитом, да, я не знаю. Идет выступление по проблематике развития малого и среднего бизнеса, и вдруг как-то совершенно непонятным образом из боковой колеи в эту тему въезжает Брэкзит. Ну, с одной стороны, даже понятно, каким образом, да. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что, по крайней мере, моя точка зрения, люди задаются вопросом о том, насколько широко и деструктивно будет воздействие Брэкзита на британское общество. Но при всем этом они осознают достаточно четко одну вещь. Вот интересную вещь мне сказали в свое время на общенациональной конференции либарийской партии. Я сказал, вы знаете, ваша лексика очень сильно отличается от лексики левых на континенте. Они сказали, свои собственные британские консерваторы нам идеологически ближе, чем левые на континенте. Так вот такая же победительная идея. То есть, в первую очередь, мы британцы. Нас мало, но мы в тельняшках. Этот момент тоже иногда проскальзывает. Хотя я более чем убежден. В общем, чтобы суммировать как по сумму суммарум того, что вы говорили, я думаю так. Мое сугубо личное убеждение, основанное на наблюдении и попытках анализа как политических веяний, так и на строении среди общественности, а также новых явлений, скажем так, на британской политической сцене, заключается в следующем. Брэкзит будет, вопрос стоит, как он будет проходить. И тут не в последнюю очередь, конечно, сыграет то, что должно произойти уже в этом месяце, а именно определение того, кто станет во главе консервативной партии. Будет ли это Борис Джонсон или будет ли это Джереми Хант. Потому что убеждение Джонсона гораздо жестче, гораздо последовательнее, чем убеждение Ханта, который изначально вообще голосовал против Брэкзита, а потом уверился в его необходимости. То есть, как вы понимаете, у каждого свои преимущества. Джонсон человек идеи, убежденный человек. Харизматичный человек. Хант немножко другой. Хант сдержанный, холодный, классный дипломат, такой калькулятор ходячий. У каждого свое, посмотрим. Как все-таки Азербайджан и Великобритания будут в этом все? Вы знаете, я что думаю, я такую вещь крамольную сказал, и коллега мой, Брюссельский, уже как бы не применил мне высказать свое возбуждение этим вопросом. Мое глубокое убеждение, что отношения Великобритании с Азербайджаном могут только выиграть от этого. Это крамольно. Это крамольно, но я вам сейчас попробую сказать. Понимаете, в чем дело? Опять же, как я это вижу. Я могу ошибаться, я не претендую на то, чтобы быть прорицателем, извлекающим истину в последней инстанции. Мне кажется, что брюссельская бюрократическая структура Евросоюза и Еврокомиссии настолько хорошо отработана, что с ней могла совместить, наверное, только разве что старая советская бюрократия, больше никто. А отношения между Великобританией и Азербайджаном, если мы оставляем в стороне энергетику, по которой есть как бы общее взаимопонимание у Брюсселя, у Лондона, у Баку, там все прекрасно. Есть некоторые сферы, в которых наши контакты натыкаются на, я бы не называл их преградами и препонами, потому что никто их специально... То есть мы общаемся через посредников, даже тогда, когда не хотим этого делать. Никто их специально не создавал для того, чтобы мешать Азербайджану-британским отношениям, но объективное воздействие их таково, что бюрократические правила, отработанные брюссельскими посредниками, зачастую мешают нам. То есть в Лондон через Брюссель, и это не всегда хорошо. Я думаю, что это, как это ни печально, часто нехорошо. Я думаю, что отношения, давайте так, да, отношения в области безопасности, военно-технические вопросы, это вещи, которые требуют очень тонкой калибровки. Но калибровки в столицах тех государств, которые в эти отношения вступают, без участия деревенского оркестра. Да, я не хочу просто сейчас развивать эту же логику, что напрямую общаться хорошо, потому что это будет совсем другая тема про Евросоюз, я сейчас об этом не буду говорить. Тормально. Одной из основных задач внешней политики Азербайджана, конечно же, является армяно-азербайджанский, Нагорно-Карабахский конфликт, его урегулирование, освобождение азербайджанских территорий и так далее. И вы знаете, в случае с Великобританией есть несколько вещей, которые могут удивить. Великобритания всегда была очень активна с точки зрения международной политики, глобально, в конфликтных зонах и так далее. Но мы сейчас видим Великобританию, насколько я знаю, она даже не является членом Минской группы ОБСЕ. Я уже не это говорю, сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Какова позиция на сегодняшний день Великобритании? Устраивает ли нас вот такая ситуация? Дело в том, что, например, когда мы говорим о европейцах, и это опять же связано с Брекситом, мы говорим, что Франция, сопредседатель Минской группы ОБСЕ, она в некотором роде представляет Евросоюз в этой структуре. Но сейчас уже будет Брексит, и вот этой фразы тоже в отношении Лондона использовать будет нельзя. Опять же удивляет, отчасти, глубокая невовлеченность Лондона в этот процесс, когда мы воспринимаем Великобританию исторически очень активную в такого рода вопрос. Хороший очень вопрос. Давайте я попробую ответить, вам не отвечая до конца. Дело в том, что участие какого-либо государства в качестве посредника обусловливается большим набором факторов, нежели только согласие одной из двух сторон конфликта. Вот я вам так скажу, а остальное можете додумать для себя сами, что я имел в виду. Отношения между Великобританией и Азербайджаном вы абсолютно правы. То, о чем мы говорили раньше, они как бы носят позитивный партнерский характер, может быть, даже слишком партнерский и слишком позитивный, и это диктует то, что... Вызывают ревность у кого? Не всегда, не всегда... Правильное понимание. Они не всегда желанные участники в процессе урегулирования. Хотя Британия делает свое дело, делает свое дело путем взвешенных, правильных очень политических заявлений. Если вы вернетесь к саммитам НАТО, к языку, который отрабатывался там, если вы посмотрите, как голосовали представители Великобритании на других мероприятиях, на мероприятиях в рамках парламентской ассамблеи Совета Европы, как они голосовали в Европарламенте, то тут, я думаю, двух мнений быть не может. Есть определенная четкая взвешенная позиция. Официальная позиция Великобритании, которая заключается в признании территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской республики в ее международно признанных границах. И что очень интересно отметить, в британских официальных заявлениях очень часто речь идет именно об этой формулировке, а не о гораздо более ростовщей формулировке принципа международного права, который часто встречается в других государствах. То есть мы считаем, что, с одной стороны, Британия могла бы сделать большее, но то, что она не делает, не совсем от нее и зависит. Да, и то, что она не делает в том виде, в котором она не делает, тоже не очень плохо. Смотрите, когда мы не можем рассматривать ситуацию в международном плане, вовлеченность стран и так далее в плане урегулирования конфликта без такого понятия, как армянское лобби, армянская диаспора. Когда мы говорим о Европе, мы, в большей части, вспоминаем Францию, которая является супредседателем Минской группы ОБСЕ, но в которой есть достаточно многочисленная армянская диаспора. А только Францию? Нет, я понимаю, что есть такая ситуация и в США, и в России, просто мы говорим непосредственно Евросоюз, пока Брексита нет. Как с этим обстоит дело с Великобританией? В Великобритании есть армянская диаспора, она не настолько многочисленна, не слишком политически активна. Там, как бы, в большей степени это замыкается на религиозные вопросы. Как бы, в этой связи Армения считала для себя важным держать в Лондоне всегда посла с хорошей развитой системой связей и завязок в официальных кругах лондонских, будь то Армен Саркисян, нынешний президент, который два срока отбыл, полных посольских в Великобритании. Ну вот, как бы, хочу воспользоваться случаем, как бы, в какой степени даже и соболезнования выразить вновь назначенный посол Армении в Великобритании Арман Киракосян, бывший замминистра и бывший посол в Соединенных Штатах Америки, откуда-то, я его и знаю, во время моей работы в посольстве Азербайджана в США, скончался скоропостижно. Это... Да, вот только что буквально на днях, два дня назад. Так что, такова такова реальность. Но я, как бы, хотел вернуться к тому вопросу, который вы задали. Понимаете, дело в том, что сама по себе лоббистская деятельность в Великобритании, она очень сложна. Она такая же, как в Вашингтоне? Она нет, она немножко другая. И лоббистская деятельность, и жизнь, и функционирование диаспоры вообще сложнее в Великобритании. Почему? Потому что Великобритания на первый план выходит понятие британности, то есть своей сопричастности к британскому обществу. Имперское прошлое. Абсолютно точно. И человек, вливающийся в состав британского общества, становящийся британцем, начинает в какой-то степени мыслить, как британец. Это лишает армянскую диаспору Великобритании, ее самого главного козыря. Вот это вот свои армянности и сопричастности Армении. Поэтому, может быть, это тоже играет свою роль. Видимо, этого фактора не хватает в других странах, где активничает армянская диаспорта. Они чувствуют себя, в первую очередь, как такое ощущение, что гражданами Армении, а не гражданами Франции. Самое главное, что им это все прощается. Да, это, конечно, плохо. Видите, в Соединенные Штаты Америки замечательную историю с взрывчаткой Дома представителей Армянского национального комитета. Долго разбирали на слушаниях в Конгрессе. Мы видим процесс замалчивания и так далее. Мы это видим не только в Соединенных Штатах и других. Я задаю, в принципе, этот вопрос и остальным послам. Вообще, как строится работа нашего представительства в Лондоне с армянской стороны? Или вообще никак не строится? То есть, хотите, не хотите, вы контактируете или это исключено? Нет, почему контакты происходят? Потому что есть тематика, вот как бы сейчас состоится очередное мероприятие в Чатамхаусе в конце этой недели, в пятницу. Я на него только-только успею. Так вот, понимаете, на мероприятиях, которые затрагивают так или иначе региональные вопросы и интересы двух государств, особенно в случае, когда речь идет о перспективах урегулированной Армяно-Азербайджанского-Нагорно-Карабахского конфликта, эти контакты неизбежны. То есть, попытка засунуть голову в песок и заявить, что никто тебя не видит, она неконструктивна и ни к чему хорошему не приведет. Более того, я считаю, совершенно необходимо в таких случаях ввести дискуссию, стараться ввести ее цивилизованно, по крайней мере, до сих пор меня никто не упрекал в том, что я это делаю варварским способом, ввести ее цивилизованно, ввести ее сдержанно, потому что Присли, по-моему, сказал в свое время, что главные два качества хорошего дискуссанта или дебатанта, помимо, первое, это владение набором инструментов, как бы фактов, которые ты представляешь, второе, это умение держать себя в руках. Прекрасно. И подытоживая вот тему армянского лобби, то есть, она в данном случае не такая угроза для Азербайджана британских отношений, если хотите, интересов, как, например, мы наблюдаем в случае с Парижем, Вашингтоном или Москвой. Вы знаете, я не думаю, что в случае с Вашингтоном, Парижем, Москвой это угроза для перспективы отношения Азербайджана с этими тремя респектив столицами. Я думаю, речь о другом немножко идет. Речь идет о том, что это временные препятствия, с присутствием которых нельзя смиряться, которые нужно преодолевать. В случае в Великобритании, я думаю, ситуация обстоятельно лучше. Прекрасно. Таймальм, перейдем несколько от этой темы к другой. Финал Лиги Европы в Баку. О, Боже, мы вернулись к Италиану. Этот прекрасный, скажем так, праздник футбола. Какие ощущения, какие впечатления у болельщиков Челси, Арсенала, которые здесь побывали? Были ли у Вас какие-то контакты? Были, были, были. И с болельщиками были, и с представителями Sky Sports и Sports Talk были. Очень хорошие контакты. Все сходятся во мнении абсолютно в одном, что любая критика, которая была адресована в адрес Баку перед проведением матча, должна была в первую очередь в двукратном объеме быть адресована в Мадрид. Я не хочу кого-то с кем-то сравнивать. Это на самом деле очень сильно удивительно. Мадрид прошел на порядок хуже. Организационно, логистически. Ну, если автобус там даже застрял. Вот, вы понимаете, дело в чем? Дело в чем, как бы, я совершенно откровенно вам скажу, да, когда ставится задача прийти к какому-то... Знаете, вот вам в школе приходилось решать задачу какую-то арифметическую, когда вам заранее был известен ответ. Ну, от кого-то из коллег, я не знаю. Коллег? Приходилось. Ну, коллег, соучеников. Соучеников. Ну, скажем, наверное, было. Было, 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 да? Мне кажется, как страшно, когда ты пытаешься подвести под готовый результат какую-то логическую схему, которая тебя к этому результату привела. Вот такая же история была приблизительно здесь. Я сказал это, я сказал это от чистого сердца совершенно. Мне это напомнило очень тот период, когда готовился строиться Баку-Тбилиси-Чайхан. Тогда сошлись все вместе. Это были экологи, это были антиазербайджанские силы, это были так называемые поборники демократии. Все вместе большим колобком они доказывали, какой Ахарзаман начнется в случае, если будет построен Баку-Тбилиси-Чайхан. Он построен, обеспечивает энергобезопасность Европы, все хорошо. Ну, кому я рассказываю? Но, понимаете, а сейчас абсолютно то же самое. Те же люди теми же словами с использованием тех же аргументов пытались доказать, что конец света настоит именно в том случае, если финал Лиги Европы пройдет в Баку. У них такая работа, да? Работа у них такая, да. Набор, вокабуляр у них очень узкий, потому что слова абсолютно одни и те же, что тогда, что сейчас. Вы знаете, все, что можно было сделать, было сделано на самом деле. И организационно, и с точки зрения гарантии безопасности, тому, кого вы не называли, но я уже назвал. Все было сделано, по-моему, настолько. Я не буду говорить, что лучше быть не могло, потому что лучше может быть всегда. И это то, что я говорил. Нет предела совершенства. В интервью BBC я сказал это, что та черта, которую я очень ценю в своих соотечественниках, это стремление всегда учиться на том, что было, может быть, несовершенно, и быть лучше в следующий раз. Так вот, может быть, еще лучше, но я думаю, что отработано было чисто блестяще. И с точки зрения безопасности, и с точки зрения логистики. Как бы и люди, которые приезжают отсюда, приезжали после матча, признавали, что на самом деле все было не так страшно. У меня был очень интересный разговор с Ее Величеством на эту тему. Я вам расскажу. Значит, прошлое чаепитие в... Ну, разговор-то громко сказано. Хотя, по британским меркам, да. Две с половиной минуты – это большой разговор с Ее Величеством. Так вот, прошлое чаепитие в Бегегемском дворце происходило в день национального праздника. 28 мая. В этот раз оно проходило в день финала. Так вот, она говорит... Я говорю, Боже мой, Ваше Величество. Она говорит, да-да-да, я помню. И в прошлый раз мы сделали в день вашего национального праздника. А сегодня что совпадает? Я говорю, а сегодня финал. Челси-Арсенал. Она говорит, Боже, а я слышал, там какие-то проблемы есть. Я говорю, нет, проблем практически никаких. Если бы Ваше Величество могло, ну, через кого-то, естественно, не лично, вмешаться и поговорить с Лондонскими аэропортами, чтобы они добавили нам слотов для открытия дополнительных рейсов, было бы совсем замечательно. Она говорит, ну, вы же знаете, мы царствуем, но не правим. Говорит, ну, я понял, что проблем нет, я ошибалась. Вот такой разговор. Да. Я все-таки хотел бы немножко вернуться к работе, вы частично этот вопрос, в принципе, на него ответили, к работе британских СМИ в тот период. Это что? Это вот такая заряженность на... Потому что иной раз казалось, что все-таки они немножко предвзяты. Это заряженность на негатив. Это просто непрофессиональное. Это просто незнание. Абсолютно. Вы знаете замечательную цитату Мердока? Хорошие новости не продаются. Продаются только плохие новости. Нет, это чисто журналистский такой интерес был или кто-то нашептал? Нет, смотрите, я не могу как бы... Для того, чтобы сказать, что кто-то нашептал, я должен обладать информацией по этому поводу. Еще раз говорю, терминология, которая использовалась, вызывала подозрительные ассоциации. Доказать я это не смогу. Но то, что когда Саймон Джордан на самой популярной футбольной радиопередаче в Великобритании и Европе вообще, наверное, на Спортстоке, сказал, что вот, а вы знаете, говоря в хитаряне, говорит, я думаю, что это вопрос характера. Говорит, вспомнил Бергкамп и его условия о том, что он никуда летать не будет. Он говорит, мне трудно говорить, решать хитаряну, его семье и клубу, в крайнем случае. Но вот после всего того, что я слышал здесь, по-моему, это вопрос характера только. То есть он считает, что он как-то... То есть личные проблемы хитаряна раздул до каких-то... Да, и что как бы... Ну, слабовато оказался. Жила, жила подвела. Мягко говоря. Жила подвела. Так вот, после этого пошла волна статей, которые написали, боже мой, Билл Уайт и Саймон Джордан стали великими политическими экспертами. Я просто устал объяснять людям, причем здесь политические эксперты. Речь шла об очень четком направлении. Речь шла о спорте и речь шла о человеческом факторе вокруг спорта. Для этого не надо быть политиком. Так что вот так вот. А вы вначале просто коснулись энергетического момента. Да, Британия один из крупнейших инвесторов. И это связано в большей части с энергетикой. Британия крупнейший инвестор. Да. Прямые пер-капит инвестиции, крупнейший инвестор. Но чем еще Азербайджан знают в Британии? Британцы. Вы знаете, Азербайджан начинает превращаться во все более популярный, вот я не знаю, как это назвать, destination, да, как бы предмет или конечную цель путешествия британских туристов. Британия же проходит в конце каждого года, вы знаете, большая международно-туристическая ярмарка и выставка. И вот как бы-то она для меня запоминает с двумя вещами. Во-первых, периодическими попытками армянской стороны реанимировать экспозицию так называемого Арцаха в рамках своей национальной экспозиции, которую каждый раз усилиями организаторов, наших студентов, посольства каждый раз разбирают, вернее, заставляют их разбирать. Они в типично армянской попытке, а может быть никто не заметит, да, через два-три часа к концу дня собирают снова. В общем, это одна из них. Смешные люди, да. Вы знаете, смешные, может, для тех, кто далеко от них живет. Когда рядом, это страшно, честно говоря, иногда бывает. Но идея вот в чем, понимаете, это одна из вещей. А вторая вещь это то, что все больше и большее количество начинает подходить, интересоваться, и это сказывается, кстати, я просто интересовался динамикой пересечения границ, на самом деле количество британцев, которые приезжают сюда, растет. С этой точки зрения, вот очень хорошо ваш вопрос привязывается к предыдущему вопросу, к вопросу о финале Лиги Европы. Мне кажется, что вот такого рода единичные события, по крайней мере, в отношении Великобритании, Лига Европы значит гораздо больше, чем Евровидение, поверьте мне. Ну, для британцев я не сомневаюсь. Для британцев, да. Люди подходят, и чем дальше, тем больше интересуются Азербайджаном. И вот с этой точки зрения, наверное, замечательно то, что мы все пытаемся, и я пытаюсь сделать это поменьше, говорить об энергетике. То, что Азербайджан, это нефть, знают все. То, что Азербайджан расположен не в Южной Америке и не в Антарктиде, тоже знают все. Но Азербайджан в качестве... Меня поражает в последнее время обилие информации в британских средствах массовой информации ведущих, представляющих Азербайджан, может быть, немножко с наивной, но тем не менее с очень отличной от того, к чему привыкли британцы стороны. Ни нефть, ни газ. Кухня, музыка, САС. Искусство Тара. Миниатюра. Коврат качества. На самом деле... Я вам скажу, что Шейх Софи, знаменитый вот этот ковер, который в Британии висит, в Лондоне, у людей вызывает совершенно параноидальные всплески интереса к Азербайджану, информация о том, что ковер на самом деле азербайджанский. Потому что устоявшиеся понятия першен рак. Вот эта вот как бы история о том, кто и как занимается коврат качеством, и занимался коврат качеством на территории Персидской империи сегодняшнего Ирана, тоже вызывает у людей интерес. Совершенно безумный интерес, я могу по своему опыту сказать, вызвало издание произведения «Имадердина на семье» на английском языке. Потому что философия на самом деле очень-очень близка философии, я бы сказал, английских поэтов периода Ренессанса. Вот я не знаю, у меня, например, на семье очень перекликается. Это был такой замечательный английский поэт, которого звали Чидиок Тичберн. Он известен как поэт только благодаря тому, что он написал одно единственное произведение, «Элегию», в ночь накануне своей казни. Он был участником заговора против королевы Елизаветы. Его казнь он написал потрясающий произведение, который называется «Элегия». Когда судья почитайте, если вы не найдете мотивы перекликающихся на семи, то я полный бездарь. Раз уж мы поговорим сейчас о искусстве и культуре, вот буквально мой заключительный вопрос. На днях было принято решение о включении в список всемирного наследия ЮНЕСКО, это Ханского сараев Шеки и исторического центра Шеки. Я хотел бы узнать ваше мнение, потому что вещь действительно, опять же, я говорю, мы и говорили с другими послами на эту тему, мы-то здесь считаем, что да, это заслужит, но на самом деле это очень рутинная работа в том плане, что надо убедить и доказать, с точки зрения развития туризма, будут ли британцы проявлять интерес к этому, потому что все говорят, что именно вот этот список ЮНЕСКО, он параллельно с вопросом туризма рассматривается. Абсолютно, абсолютно, и вот в этом принципиальная разница, да, в переходе от списка нематериального наследия культурного к материальному, к физическому наследию. Для британцев это будет однозначно интересно, потому что я помню, когда мы возили британских парламентариев, членов палаты, общины палаты лордов, там был очень-очень живой, неподдельный интерес. Интерес был и колбанским храмом, интерес был и к летнему дворцу шейкинских ханов. До сих пор помню, когда мы обсуждаем что-то в парламенте, они говорят, давайте будем говорить потише, потому что у нас нет комнаты с фонтанчиком. Знаете, о чем речь, да? В дворце шейкинских ханов есть комната с фонтанчиком, которые, говорит, обычно обсуждали самые щекотливые политические вопросы, чтобы журчание воды заглушало голос. Так вот те, кто ездил тогда с нами в шейки, они до сих пор говорят, давайте будем говорить потише, коллеги, у нас здесь нет комнаты с фонтанчиком. Настолько они все это впечатлены? На самом деле, да. Так что это как бы живое доказательство того, что люди на самом деле заинтересованы, и интерес очень живой, неподдельный, реальный. Ну что ж, Таймаль, большое спасибо, что в своем плотном графике вы нашли время и ответили на наши вопросы. Большое спасибо, что вы вытерпели меня эти 20-25 минут. Спасибо, спасибо. Я напоминаю, в рамках передачи «Актуальность сегодня» мы говорили о взаимоотношениях Азербайджана и Великобритании. Гость этого выпуска был чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Великобритании Тайер Тагизадер. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»